St. Petersburg is the city of culture and here we are! Can you see this? Приморский cultural center. Сегодня мы на районе с Машей. Видите? What a beautiful girl. На самом деле мы работали вместе в агентстве RealWeb. Чудесная компания. Привет всем. Маша, кстати, продолжает нести, так сказать, долг по службе. А мы сегодня будем говорить про удивительные вещи на самом деле. Пойдем туда, собственно. Мы будем говорить про то, как можно из толстого бегемота превратиться в секси тёлочку, да. Но мы, слава богу, не в Соединенных Штатах Америки, а ты у нас не феминистка. Нет, вовсе, да. Поэтому ты меня за этот сарказм не кастрируешь. Хорошо, да. Я постараюсь. Скажи, пожалуйста, Маша, мы сейчас прямо сразу покажем тут закадрово фотографии. Это, кстати, она же, прикиньте, вот этот вот замечательный человек. Это она же. Ты, я так понимаю, была немножечко побольше в размерах. Да, слушай, я была не то чтобы побольше в размерах. Прямо поросенок. Вот. Как-то так случилось, что я этот момент вообще потеряла, когда я стала такой. Ну, все так свободно, хорошо шло. Кушала я прекрасно. Все, все нормально. Тебе мама говорила, кушай, Маша, хорошо. Ну, как обычно, всем деткам так говорят. Конечно, еду оставлять нельзя. Все, мы кушаем, обязательно доедаем, там, и прочее, и прочее. Ну, мне кажется, тут проблема была несколько в другом. У нас генетика такая. Мы все такие, кушали хорошо. То есть ты кушала. И я так понимаю, что ты же кушала в другом городе даже, да? Да, да, я не отсюда. Я из Чувашской республики, из деревни. Ну, как деревня, на самом деле, это достаточно большой узловой центр, железнодорожный, город Канаш. Вот. Ну, и, собственно, кушала я там. Начала кушать я там. Вот. Продолжила в Чуваксарах, а вот в Питере перестала есть. А когда ты вот докушала... На каком этапе ты докушала до состояния гиппопотама? На этапе, когда как раз я переехала в Питер, для меня это был огромный стресс, но это чужой город, и у меня здесь практически не было знакомых. Кстати, я ехала сюда с мыслью о том, что сейчас на стрессе я, наверное, всхудну. Ну, скорее всего. А получилось так, что на стрессе я набрала еще больше, и пиком моей вот толстоты, скажем так, было 95 килограмм. 95 килограмм? Да, 95 килограмм. Это даже больше, чем я вижу. Да, при моем росте, как бы, да, видите вы, какая я коротышка, и прям колобочек, миленький, уютненький колобочек была. Как ты... Я даже боюсь... Можно такой вопрос? Конечно, дерзкий и в стиле программы «Пусть говорят». А у тебя секс уже был в этот момент? Да, да. У меня на тот момент уже был мужчина, который впоследствии стал моим супругом. Нифига себе. А он как бы тебя застал на какой стадии? На стадии, когда я весила еще килограмм 70. То есть, я еще не была такой вот с ним вместе, собственно, я начала превращаться. То есть, понятно. А как он на это отреагировал? Слушайте, абсолютно нормально никогда. Я ни разу в жизни за всю жизнь с ним, как бы, и за всю мою вот эту вот, да, карьеру толстушки, ни разу не слышала никаких упреков или того, что ты знаешь, Маша, мне кажется, ты себя запустила, или там стоит поработать над собой. Пойдем туда по газончику. Пойдемте. Да, по теплотрассе. Да. Так вот, ничего подобного не было, и я чувствовала себя очень комфортно. На самом деле, всегда, когда я была полтной, я чувствовала себя комфортно. У меня никогда не было дефицита внимания со стороны мужчин. Бодипозитив? Нет, наверное, наверное, это здесь неприменимо. Вот. Но я не чувствовала никогда какого-то дефицита внимания от мужчин. То есть... То есть даже когда ты была... 21, 21 мне на тот момент было. И думаю, вот это мои лучшие годы. То есть это было три года назад, да? Да. О, как мило! Спасибо! Вот. И я посмотрела на себя в зеркало и думала, вот это мои лучшие годы, а я выгляжу вот так. Ну, то есть разве этого я хотела? Ну, как-то, в общем, и все. И вот этот момент, когда у тебя прям переключилось что-то в голове, и, соответственно, после этого я перестала есть. И тут мы переходим к вопросу, что же ты сделала с собой, чтобы ты вот так вот... Это был радикальный отказ от еды. Вот так. То есть, подожди, правильно я понимаю, что чтобы похудеть, надо меньше жрать? Абсолютно. Это самый верный и действенный способ похудеть. Для того, чтобы похудеть, надо меньше кушать. Ничего себе! Никогда такого не было. И вот опять. И вот опять. Ну, хорошо. Ну, а как тебе это психологически давалось? Достаточно просто. Серьезно. Для меня это было достаточно просто. То есть, это чуть ли не с первого же дня у меня был отказ от каких-то вообще... от всех продуктов. Я сейчас скажу вам, как я худела. Это отвратительно, наверное, ужасно. Такого слышать не должны. Это был один помидор, один огурец и литр кефира. В день? В день. Все. Достаточно много воды пила, ну, для того, чтобы хоть что-то еще помогать. Ну, это как-то жаско. То есть, ты похудела даже до того, что у тебя кости железные стали торчать. Да! Повылезали! И сколько это продолжалось? Достаточно долго, около трех месяцев. Три месяца, это, кстати, еще не очень долго. Ну, у меня получилось так, что за первый месяц подобной диеты я скинула около десяти килограмм веса. Ага. Но, по большей части, это была вода. А скажи, пожалуйста, а вот какие-нибудь там эти движухи? Естественно, нет. Ага. Никакой движухи. Как можно двигаться и чем-то заниматься, каким-то спортом, когда ты весишь 90 килограмм? То есть, для меня подъем по лестнице, один пролет, это уже целое приключение было. У меня была жидкая дышка, плюс вес очень сильно влияет, ну, на суставы и бедные коленочки. То есть, как бы, выдерживали огромную нагрузку. И если при такой еще, при таком весе заниматься спортом, ну, весьма проблематично и тяжело. А потом ты спортом занималась? Да, потом я спортом занялась. Но спортом занялась я уже тогда, когда скинула 30 килограмм. То есть, 30 килограмм я скинула за три месяца. Первый месяц. За три месяца? За три месяца, да. Друзья мои, сегодня в нашем эфире присутствует уникальная гостья, которая за три месяца сбросила 30 килограмм, но потеряла своего близкого друга. И вот мы нашли его, вот он там, а нет, это не он. Слушай, ну, это очень круто. Да, да, это круто. То есть, первый месяц 10, потом немножко вес у меня начал, ну, встал. И второй месяц мне давался вот очень сложно. Это был килограмм, наверное, 8. Но там я начала есть, я поняла, что если ты не ешь, то очень сильно хочется кушать. Блин, сегодня просто день открытий. Откровений, да, таких вот прям, о-о-о. Вот, и я начала есть, я начала заниматься таким, как бы, сейчас это модно называется читмил. Читмил? Потому что, когда ты ничего не кушаешь, метаболизм твой остановился, он просто отказывается дальше, как бы, продолжать какие-то движения в сторону похудения. А вот чисто в деталях, вот огурец, помидоры, литр кефира, а как ты это распределяла? Ты что сначала делала? Ну... Потому что, ну, огурец с кефиром, он же... Вообще ништяк. Да? Да, это очень клево, я прям закусывала, пила кефир, закусывала огурцом, обычно свежим огурцом, помидоркой. Я до сих пор так делаю, все у меня нормально. Скажи, пожалуйста, а вот ты, когда на горшочек ходил, я такой, знаешь, из области перверсии вопрос, у тебя там все нормально? Да, все в порядке. У меня с молоком не очень хорошо, а с кефиром нормально. То есть огурец с кефиром норм? Да, со свежим. Ну, я... На всякий случай, ну, вдруг вы... Было бы забавно, если бы ты худела на соленых огурцах. Ну, это, кстати, я уверен, тоже очень действенный способ. Понятно. Ты занялась потом спортом, да? Да, потом я занялась спортом, но когда я уж где-то там около 55-60 килограмм весила, вот тогда я начала заниматься спортом. И при том решила, что нужно заниматься сразу тяжелым спортом. Штанги, гантели и вот, и прочее, прочее. Нифига себе. Да. И ты превратила себя в секси-телочку. Ой, да, как это любят называть, фито-няша, там вот это вот все. Но я не скажу, что... Нет, в какой-то момент я действительно была секси-телочкой, мы найдем потом эти фотки. Ну, ладно, в какой момент? А сейчас что, не она? Ну, ладно. Так, хорошо, ладно. Ну, то есть, у тебя был потом активный период, вот ты занималась спортом, да? Да, достаточно долго, очень много лет я занималась спортом, тяжелым, у меня были хорошие результаты, я даже думала идти выступать в юниорах, я хотела выступать. Нифига себе. Да, вот, потому что по сумме у меня складывалось прям очень неплохие веса. Привернемся в ту сторону, пойдем обратно. Так, ага. А ты, соответственно, в какой-то момент и эта у тебя страсть прошла? Да, эта страсть прошла после того, как я получила травму спины, у меня несколько грыж, очень неудачных грыж, которые, ну, в общем, это достаточно неприятный момент. После этого я начала заниматься очень по лайту, скажем так, вот, но и это тоже уже сошло на нет. Сейчас? Сейчас у меня лонгборд. Лонгборд? Да. Это, то есть, ты участвуешь в заседаниях борда? Да. А ты приходишь и руководишь. Вот, до скейтборда, конечно, ну, у меня кишка тонка, а лонгборд еще ничего можно. Какая вот, ну, все-таки, вот, проблема похудения, она перед многими остров стоит, и вот, знаешь, я, конечно, сейчас опять такой вопрос задам, очень оригинальный, неожиданный. Что бы ты могла посоветовать людям, вот, ну, ты была в таком состоянии, да, вот, вот, человек сидит и думает, что же мне делать, как мне быть, что же мне делать, может быть, и это, может быть. И еще же миллион всяких диет и прочее. Да, конечно. То есть, можно же потеряться в этом, как разобраться, как вот, это же все-таки еще, наверное, все-таки индивидуальная вещь? Конечно, индивидуальная. Ну, во-первых, как... Я точно для себя определила, что в то тело я больше не хочу. То есть, проблемы со здоровьем, опять же, может быть, ну, со стороны эстетики, хотя это никогда не было для меня, вот, ну, основным, для чего нужно похудеть, там, чтобы быть стройной и красивой. Нет, мне хотелось быть здоровой. Мне хотелось носить вещи, которые продаются в магазинах, понимаете? А я не могла себе этого позволить, потому что вот оно, потрясающее, красивое платье. И когда я его надеваю, думаю, ну, то есть, я как просто сосиска какая-то обтянутая. Я знаю, что ты сейчас занимаешься еще неким творчеством. Да. Да? Расскажи про него немножечко. Я делаю венки сразу, чтобы откинуть все вопросы, они не похоронные. К сожалению, у нас в России, как бы с этим немножко, видимо, сложно. Это декоративные венки, которые вешаются на двери, на стены, то есть, как декорация дома, как обереги и прочее, прочее. Вот делают такие красивые штуки. Ну, вот как раз вылетали эти самые красивые штуки. И я вам хочу сказать, что вы эти красивые штуки можете прикупить у Марии. Тем более, сейчас самое... Предновогодняя савета, время, подарочки. Сейчас самое время. Ручная работа. И я хочу сказать, что Мария человек очень скромный. Она на эти венки тратит ту его кучу своего личного времени. И в какой-то момент продавала их за две копейки. Я говорю, ну, мать, ну ты что, ну вообще себя не ценишь. Ни себя, ни свое это. Поэтому я все-таки считаю, что каждый труд должен цениться. Особенно эксклюзивный, ручной, уникальный и в тему. Вот. И мы решили, что будет несколько таких эксклюзивных венков. Такая линия прямо, да. И вы можете это дело прикупить. Я оставлю все, вот, так сказать, контакты вот там. Обращайтесь к Маше. Ешьте огурцы, запивайте кефиром. От себя хочу добавить и вспомнить, и напомнить, точнее, вам, что у меня вот книжечка переиздалась, да. Невский с перцем. Путеводитель. Замечательный. Во всех отношениях. И романчик, корень, тоже. Помещу все ссылки вот туда, в описании под этим видео. Задавайте вопросы, пишите. Маше вот пишите там. Да, я с удовольствием отвечу на вопросы. Да, да, она ответит. И, в общем-то, увидимся с вами. Пока. Пока.